Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Предлагаю сегодня немножко отойти от сложных научных тем по здоровью и окунуться в довольно важную тему, а это тема питания. Я хочу рассказать вам о тех продуктах питания, которые я использую ежедневно, которые я использую в течение месяцев, годов своей жизни. Это мой реальный рацион, я покажу реально свои продукты. Постараюсь в двух словах объяснить, почему я использую те или иные продукты, а не просто вам покажу, что я ем и все на этом. Чтобы это было как-то познавательно все-таки для вас, да, и вы поймете, как составить свой рацион. То есть просто из этих продуктов, из этого набора продуктов, которые я вам сегодня покажу, вы можете делать какой угодно рацион. И поверьте, здоровое питание, оно может быть очень вкусным, оно может быть полезным, вкусным и разнообразным. И самое главное, возможно, и не главное для вас, да, это может быть довольно доступно все. Это не дорогая какая-то пища, это вполне себе обычная еда. Я покажу практически все, что я использую в своем рационе. Убедись, что ты подписан на канал, что ты поставил лайк или дизлайк этому видео, но мы продолжаем. Игорь, спасибо за предложенную тему видео, ты просил комментарий, чтобы я показал обзор своих продуктов питания. Я думаю, эта тема будет многим интересным, не только Игорю, но вообще спасибо, что в комментариях пишите какие-то предложения, идеи по поводу развития канала, по поводу каких-то новых тем. Спасибо, ребята, это наше сообщество, оно развивается, я очень рад этому. Давайте начнем с заморозки, потому что заморозка может разморозиться, и моим продуктам приснится конец, поэтому именно с них мы и начнем. Смотрите, здесь основное количество, что я примерно покупаю продуктов, да, ну, примерно это так и выглядит. Я здесь не выкладываю прям все, но я расскажу примерно, в каких количествах я вообще беру еду, да. В целом, я покупаю еду через интернет-магазин, то есть я экономлю кучу времени на том, что я не хожу в магазин сам, не выбираю эти продукты, через интернет все заказываю, мне приезжает доставка и производят мне продукты. Во-первых, это удобно и это экономно. На самом деле, это реально помогает выбрать лучше даже продукты, выбрать какие-то более интересные позиции, которые вас интересуют. Ну и самое главное, самый ценный ресурс нашей жизни – это время, которое можно экономить с помощью доставки. Очень и вам тоже это рекомендую. Теперь смотрите, давайте пробежимся по мясу. Здесь у меня мясо, вот в таком виде я покупаю мясо индюка. Мясо индюка мы покупаем не просто так, а потому что я уже, если вы смотрели, допустим, мое видео про мясо, уже, наверное, с лета я практически не ем курицу вообще. Я убрал своего рациона, грудки куриные, вот по максимуму убрал, да. А иногда проскакивает все равно курица, потому что бывает, где-то приходится кушать и не везде есть мясо индюка, поэтому, допустим, где-то там в ресторане каком-то приходится съедать, допустим, ту же там котлету куриную. Я покупаю мясо индюка, вот 2 килограмма, допустим, взяли. Примерно мы скупаемся на 2 недели продуктов. Индюк, он не любит питаться чем-то плохим, как курица, например. Его сложно запихнуть в него антибиотики, и это в целом более диетическое мясо считается. Оно легко усваивается, индюк очень ценный и питательный, и в нем действительно нет антибиотиков. Ну, по крайней мере, в этом даже еще специальная компания занимается, то есть они следят за тем, чтобы не было антибиотиков курицы в индюке. И это действительно основа нашего рациона, нам очень подходит, нам очень нравится. Я беру прям мясо и из него уже там что-то готовлю. То есть без костей, вот 2 килограмма готового мяса вам лежит. Здесь еще нет говядины, очень часто мы едим и говядину. То есть, в принципе, индюк, говядина, кролик, иногда мясо перепела, то есть перепел, когда вы знаете птичка. Помимо яиц, вы можете покупать еще и мясо, оно очень вкусное и тоже диетическое. Я не ем свинину, я не ем курицу, практически я не ем курицу. То есть вот это основное, что я использую по мясу. Теперь поехали дальше. Теперь здесь есть рыба. Друзья, фирмы здесь, не обращайте внимания, это никакая не реклама, я просто реально эти фирмы покупаю, я не буду их затирать здесь на видео, потому что это будет очень долго все. Я покупаю вот такую замороженную тушку, это хек. Очень-очень нравится мне эта рыба, она очень полезная. И она очень приносит действительно пользу вашему организму. Помимо хека, я еще выбираю такую рыбу, как минтай. Хек, минтай, скумбрия. И, ну, конечно, там не каждый день получается вот это лосось, и всевозможные красные сорта рыб, да, там форель, лосось. Потому что эта рыба очень полезная, очень питательная. Иногда еще бывает консервированный тунец. Но это довольно редко, консерв практически мы вообще в семье не едим. Но очень редко все-таки бывает консервированный еще тунец. Теперь смотрите, друзья, очень классная, полезная вот рекомендация вам будет, как мы делаем в последнее время. Мы покупаем замороженные овощи. Это очень удобно для готовки. Вы можете использовать с любыми кашами, с любой едой. Вы можете всегда сделать себе вкусные овощи, быстро разморозить их, достать. Так же самое мы используем, например, ягоды, какие-то фрукты. Ну, больше ягоды. Это клубника, черная смородина, ежевика, например. Вот малина замороженная. То есть просто покупаем в виде заморозки. Сейчас расскажу в двух словах, как все размораживать правильно. И вот такие просто, вот это все, это овощи, которые мы покупаем в замороженном виде. То есть это какие-то смеси, типа там, мексиканская смесь, может быть с фасолью, с грибами, перец, стручковая фасоль, грибы, морковка, брокколи, цветная капуста. Вот что-то вот такое. Вот это мы используем. Это все мы используем почти ежедневно. Мы на основе этого готовим почти каждый свой прием пищи. У нас есть всегда овощи в виде. Всегда овощи в виде. Потому что я не сторонник покупок огромного количества фруктов и овощей в магазине. Потому что мне не нравится качество того, что предлагается в магазине в свежем виде. Вот даже, особенно вне сезон, когда сейчас зима, да. Потому что эти овощи сейчас-то очень в ужасном состоянии. Я знаю, в каких ваших странах, но у нас просто там, какой-то полугниющая какая-то субстанция, которая продается в этих супермаркетах. Я не знаю, как это вообще продается. Ребята, такого нету в Европе. Сколько я увидел вообще, поездил по миру. Там всегда очень красивые овощи и фрукты на полках. У нас же почему-то, в наших странах, это что-то страшное. Но, по поводу плюсов заморозки, смотрите, друзья. Во-первых, не теряются полезные свойства в заморозке. Это раз. На заморозку отбираются самые лучшие, самые лучшие фрукты и овощи. Всегда. Потому что, если оно будет по-другому, оно просто у них не получится продавать вообще ихнюю продукцию. Все сохраняется. Если вы правильно размораживаете, не очень резко размораживайте. То есть, достали заморозку и постепенно пусть оно оттает. Не делайте так, как написано там, что вы бросаете сразу же в печку. Такое прямо пишут на этих упаковках. Если вы покупаете овощи, не бросайте сковородку. Сначала постепенно их разморозьте. Можете воду, например, замочить их. И пусть оно оттает постепенно. Только потом используйте в своей готовке, в своей еде. Так же самое это касается всевозможных ягод или фрукт. Вы можете делать из фруктов или ягод, например, делать какие-то смузи. Можете даже покупать комплекты для смузи. Просто берете коктейль, смешиваете или с кефиром, или с водой. И это будет очень полезно, очень удобно и очень быстро. Просто взбили такую себе емкость, пол-литра, например, ягод. Вы столько фруктов и не съедите. Честно, я столько смородины летом не ел, как я сейчас ем, зимой, с помощью такой заморозки. Очень круто, если у вас есть какой-то холодильник огромный, большой, который ставится, например, где-то на балконе. Вы можете сами это все заготовить себе на зиму. Это очень круто, это идеально. У нас, допустим, в квартире нет такого места. Мы живем в Киеве, и места довольно мало в квартире вообще, в принципе. Видите, кухня маленькая. И поэтому мы покупаем. И это очень удобно. Замечтали такие смузи, вы получаете все, что нужно организму с помощью вот такой заморозки. Теряется, по некоторым данным, я считал, до 25% это максимум, что может потеряться в процессе заморозки. Еще один аргумент в пользу заморозки. Когда фрукты и овощи, они при очень низких температурах замораживаются, любые глисты, любые какие-то бактерии непонятные, что вы можете получить летом, это все исключено. Потому что при таких низких температурах ничего этого не сохранится. Никакие глисты, которые могли бы быть на овощах, которые вы, например, купили в магазине сейчас, на них все это может находиться. Они находятся прямо в земле, которая, например, на этих овощах есть земля. И в этой земле легко могут быть глисты. Посмотрите мое видео про глисты, и вы поймете, о чем я говорю. Теперь, друзья, давайте пробежимся по молочке. Смотрите, яйца, куриные яйца. В моем рационе действительно много куриных яиц. Я покупаю их примерно по 50 штук, где-то, наверное, в нашем чеке, в нашей покупке. То есть это хватает, не знаю сколько, ну, может, не знаю сколько, не буду считать. Но в день я съедаю где-то по 3, от 3 до 5 яиц в день я съедаю ежедневно. Только вареные яйца. Варю я примерно, вот так это выглядит, это уже все вареные яйца. Варю я сразу по 10-20 штук за раз. Варю минимум 10 минут яйца в любом случае. 8-10 минут. 8 минут, если вот такие небольшие, да, и 10 минут, если чуть-чуть побольше. Чтобы избежать всевозможных побочек с яйцами. Посмотрите мое видео, я там это все подробно объяснил. Сыра я много не ем. Мы с женой по минимуму едим сыра, потому что я не считаю, что сыр это очень полезная штука. И в принципе не так уж сильно я его люблю на самом деле, сыр. Ну вот мы покупаем фету, да, мы берем где-то по килограмму за раз. Вот такой сыр очень вкусный. И всевозможные другие сыры, также любые другие сыры мы тоже покупаем. Но едим это очень-очень в меру. Не часто мы едим сыры, потому что сыры, во-первых, вы должны знать, что сыры еще очень сильно повышают кислотность вашего организма. Но, если вы прям очень сильно любите сыры, допустим, там постоянно вы хотите каждый день его есть, просто есть его понемногу, пожалуйста. Ешьте сыра как можно меньше. Молоко я стараюсь покупать такое, которое хранится как можно меньше. Допустим, там 5-7 дней, да. Это ультрапастеризованное, это просто мы так взяли сейчас, да, хорошая была цена. Я взял сразу литров 5 или 6, что-то такое, от такого молока. Но вообще стараемся брать то, которое хранится недолго. И на молоке, очень важно, считайте, на молоке должно быть написано всегда молоко коровище, молоко коровье. И все, больше ничего, не нормализовано, не восстановлено, а просто молоко коровье. Ищите, чтобы в молоке было именно так написано в составе, потому что это самый лучший вариант. Не нормализовано, не восстановлено. По поводу молочки. Кефир бывает, йогурты бывают, но это очень редко мы такое покупаем. Если есть возможность, мы стараемся даже делать сами. Я покупаю закваски бактериальные, мы сами делаем кефир. Но на самом деле это очень редко. Я больше предпочитаю использовать отдельно бактерии, покупать лактобактерии, бифидобактерии. Об этом я записал тоже отдельное видео, посмотрите у меня на канале, почему я так делаю. Теперь, друзья, сладкое. Да, конечно, мы как все едим сладкое, но на самом деле я не очень люблю сладкое. Я прям просто не люблю его. Я торты практически никакие не ем, просто для меня это слишком все сладкое. Я давно привык к тому, что у меня мало сладкого в рационе. Я практически ничего не ем, но все-таки иногда люблю такие штуки, как, например, обычный шоколад. Стараюсь покупать хороший шоколад, да, этот, не скажу, что этот хороший, неважно какой это, но старайтесь брать хороший, не самый дешевый. Чтобы какао было минимум 56% какао, а лучше даже 90%. Чем больше какао, тем лучше, потому что тогда там будет меньше сахара. Да, оно будет горчить, но там будет больше пользы. На самом деле, ученые считают, что чуть ли не единственная полезная сладость во всем мире – это обычный шоколад, черный шоколад. Также, вот что я любитель, я люблю очень зефирки. Я очень люблю зефир, и если мне надо резко повысить уровень инсулина в крови, допустим, после какой-то пищи, да, сложной, я съедаю одну зефирку, повышается, происходит скачок инсулина, и эта вся пища моментально усваивается. Так делать часто нельзя, и не злоупотребляете этим. Зефирка считается тоже довольно полезным продуктом, и если она нормально сделана, там на самом деле ничего плохого в нём вообще нет. В моём рационе постоянно присутствуют ламинарии. Ламинарии – это вот простая капуста, да, морская, которая вот по-корейски она делается, там, смотрите. Покупайте, чтобы было поменьше там каких-то непонятных специй в составе, никакого глутамата натрия, чтобы просто была капуста морская. Чем проще, тем лучше. Я очень рекомендую вам её использовать, потому что в ней содержится очень много йода. Так же самое, как и в рыбе, да. И это очень важно, чтобы была здоровая ваша щитовидная железа, чтобы ваш гормональный фон был в порядке. В рационе у нас очень мало йода, если вы не используете такого. Поэтому покупайте вот такую капусту. Я просто её люблю, я добавляю её очень часто. Ну, она практически всегда у нас есть в рационе. Также я постоянно добавляю изюм, например, в овсянку, добавляю даже в гречку её, когда я утром, допустим, завтракаю, да. Обычный изюм. Обычный изюм – это на самом деле очень полезная, очень полезная вещь, потому что она, во-первых, защелачивает ваш организм, во-вторых, это просто кладезь каких-то питательных веществ. Это глюкоза, которая нужна вашему организму, которая легко усваивается, но она приносит действительно пользу. Постарайтесь изюм вообще, чтобы был постоянно в вашем рационе. Если можно, то вообще каждый день. В каждую овсянку, в каждую кашу делайте немножко сахара, и это будет очень вкусно и полезно. Теперь, друзья, давайте перейдём к самой тяжёлой артиллерии, которая есть вообще, и которая составляет действительно основу моего рациона. И практически здесь всё есть. Что-то, если нет, я сейчас обо всё расскажу. Обычная фасоль, белая фасоль, она творит чудеса со здоровьем. Это действительно, она, во-первых, здесь белка практически около 20 грамм на 100 грамм, то есть оно как в мясе. Да, усваивается тяжеловато, но если вы будете правильно, нормально его варить, то всё будет хорошо, и усваивается будет хорошо. Приучите свой организм постепенно к фасоли. Это продукт делает вас действительно здоровым. Постарайтесь, чтобы в вашем рационе постоянно была фасоль. Покупайте её в заморозке, как я сказал, там тоже бывает фасоль. Это очень, очень хорошая, полезная вещь. Друзья, будем двигаться быстро, потому что продуктов много, а я хочу по чуть-чуть обо всём рассказать вам. Крупы. Конечно же, гречи. Гречи – это действительно основа моего рациона. Гречи и рис не шлифованный. Потому что это сложные углеводы, конечно, вы понимаете, да? Я здесь вам показываю практически всё это будут сложные углеводы. Все мои крупы, которые я покупаю, это всё сложные углеводы. Но иногда я всё-таки использую простые углеводы. Сейчас объясню, почему. То есть обычная гречка, я не буду объяснять, с чем она полезна, но её я ем почти каждый день. Я её использую в виде хлопьев. Я сейчас не достал её, у меня есть ещё гречка в хлопьях. Каждое утро я начинаю с гречки в хлопьев, там пару яиц, и гречка в хлопьев я поезжал на работу. Теперь смотрите, овсянка. Овсянка – очень полезный продукт. Это сложный углевод. Мы покупаем цельнозерновую овсянку, из цельного зерна. Стараемся брать немецкую, да? Потому что нам нравится, как они делают, немцы. В чём смысл? Есть просто овсянка, которая делается слишком сильно, во-первых, шлифуется, и в ней не сохраняется вот этой шелухи. Смотрите, цельное зерно, вот в любая крупа, основы знания вам просто сейчас даю, любая крупа, она должна быть в шелухе. Она не должна быть полностью снята, вот эта шелуха. Если снята полностью шелуха, например, с пшеницы, да, и её потом измельчить, получается обычная мука высшего сорта. Она беленькая, она белоснежная. Вот такого в вашем рационе вообще не должно быть. Старайтесь, чтобы в вашем рационе было всё тёмного цвета. То есть, если это, допустим, хлеб, то это тёмный хлеб. Если это крупа, то это тёмная крупа какая-нибудь. Если это рис, то это не шлифованный рис, который сохранил себе эту клетчатку. Клетчатка – это сложный углевод, который находится сверху на рисе. Вот это всё должно сохраниться. Так же самое овсянка. Есть, которые сняли всё по максимуму, и просто взяли и вам дали беленькую, такую чистенькую хлопью овсянку. Это наименее полезный продукт. Лучше такого вообще не ешьте, потому что овсянка такая практически особо польза вам вообще не несёт. Она слепается, она сложно перевариваться организмом. Берите цельнозерновую овсянку. Это очень важно, друзья. Смотрите, друзья, я практически не ем пшеницу в виде круп. И я вам очень рекомендую, исключите по максимуму пшеницу в виде круп. Понятно, что она у вас останется в хлебе, в любом случае будете есть пшеницу, но не ешьте каши пшеничные. Я очень их не рекомендую, потому что… Ну, если в двух словах, когда сама пшеница растёт, на ней сама пшеница выделяет яд, который должен отпугивать насекомых. Эта информация взята из моих проверенных источников. Это немецкие учёные это проверяли. Есть вообще книга, написанная на эту тему. Я прочитал эту книгу, и после этого вообще перестал я всю пшеницу. Она может вызывать у вас, как, во-первых, какие-то воспалительные процессы в организме, так и просто какие-то аллергические реакции. Чем меньше, тем лучше пшеницы. Пшённая каша, пшеничная каша. Оставьте это всё собачкам. Не ешьте это, пожалуйста. Я сам так много раньше питался, много пшеничной крупы ел. Она дешёвая, но я вам рекомендую избавиться от этого. Вообще, чтобы в вашем доме практически не было никакой пшеничной каши, если вы такое любите. Это пшеница. Но это, друзья, булгур. Это, я не знаю, но некоторые называют её вообще рисом за рубежом, допустим, греки, по-моему. И вот такой булгур, он довольно сложно усваивается организмом. Ну, он идёт как сложный углевод. И вот такой можете использовать. Но у нас это довольно редко всё-таки тоже бывает. Но в таком виде мы только пшеницу берём. В другом мы не используем вообще. Поехали дальше. Смотрите, это те пшеничные хлопья. Ой, это гречаные хлопья, то, что я вам говорил. То есть вот с этого я начинаю утро. Гречанные хлопья, ребята, можно есть хоть каждый день. Там или вообще нет глютена, или очень мало глютена. По-моему, там вообще нет глютена в гречке. А в овсянке, например, есть глютен. Да, я забыл сказать вам. Друзья, овсянку я ем где-то 2-3 раза в неделю. Иногда 4 раза. Ну, когда как, да. Я могу измельчать её, делать из неё себе даже коктейли. Но не на ежедневной основе. Каждый день я овсянку не ем из-за того, что в ней много глютена. И реально у вас может начаться аллергия на эту овсянку. И это понятно. Потому что глютен очень многими усваиваются людьми. Есть мнение учёных, что глютен, который находится, допустим, в мучном, в овсянке очень много. Что глютен, в принципе, организм не может усвоить любой. Но об этом почему-то часто не говорят. Говорят, что глютен не усваивает 5% людей. А есть такая информация, что его не усваивает почти никто. То, что я находил информацию, это, опять же, немецких учёных, когда я изучал, как работает наш кишечник. Ну, вот смотрите сами. Можете поразбираться в этом вопросе. Друзья, нешлифованный рис. Очень вкусный. Мне очень нравится. Я расскажу в двух словах, как я всё готовлю, чтобы это было всё максимально полезным. Очень вкусный. Я прям обожаю просто его. Действительно, если его правильно приготовить, это очень вкусно. Попробуйте. Просто нешлифованный рис. То есть в нём сохранена корочка, как я сказал, сверху на этом рисе. Теперь, смотрите, это могут быть хлопья. Просто обычные кукурузные хлопья, например. Это могут быть гороховые хлопья. Это всё, но такого не должно быть много у вас хлопьев, потому что это уже будут простые углеводы. Это кукурузные хлопья, если они максимально измельчённые, это уже простой углевод. В принципе, если взять, чем больше вы измельчаете любую еду, она становится проще и проще усваивается организм. Даже если взять, допустим, гречку, перемолоть её в муку, и она станет более простым углеводом. Но из-за того, что в ней сохранится шелуха, это всё равно будет полезно. Поэтому, если, допустим, вы едите хлеб, например, с гречаной мукой или с овсяной мукой, это может быть полезный хлеб. Теперь, друзья, я хочу вам рассказать о том, как я готовлю продукты. Просто я сейчас не буду показывать, у меня сейчас не совсем та кухня, чтобы вообще снимать какие-то там, как я готовлю. Смотрите, как я готовлю сам принцип, что я стараюсь сделать. Я стараюсь варить как можно меньше любую крупу. Это, можно назвать это ленивая готовка. Это, во-первых, удобно, во-вторых, это сохраняет максимально, как можно больше питательных веществ, которые вы получаете в пище. Друзья, если вы привыкли готовить гречку, например, овсянку, и долго это всё варите. Если вы варите, вот как, не знаю, у меня так бабушка, мама моя готовила, кашу по 40 минут варить на огне, это всё практически убивает до максимума всё, что там находилось. Все витамины, минеральные вещества, это всё, эти нутриенты, которые в ней содержатся, их очень много. Там аминокислоты, там полный аминокислотный состав, вот в этом всё. И чтобы это всё сохранить, варите как можно меньше. Смотрите, какая идея, как делаю я. Любую крупу, любую крупу, да, там, сначала я делаю какую-то основу, да, такую вкусную для этой крупы. Допустим, не знаю, допустим, вот гречка, да, допустим, я сначала готовлю грибы. Я готовлю это всё на луке, поджариваю, да. Это грибы, там, специи какие-то вкусные, да, всё это готовлю отдельно. И у меня варится гречка всегда максимум 5 минут. 5 минут я варю её в кипяток, я бросаю гречку в кипяток. 5 минут она у меня покипела, я снял, снял с печки, я укутал её и поставил на 2 часа, она у меня доходит. Там 2 часа она доготавливается в укутанном состоянии, только нужно понять, сколько, вы должны понять, сколько воды наливать. Да, вы снимаете с печки, в ней ещё будет вода лишняя, ничего страшного, просто подержите её, там, 2 часа, она всё впитает, у вас будет отличная гречка, она приготовится сама. Вы можете так делать, так на ночь, не знаю, как хотите, она ночь постоит, у вас утром будет отличная гречка. Потом вы в неё же добавляете всё, что вам нужно, всё, что хотите, там, грибы или какие-то, да, какие-то вкусняшки, чтобы это всё было вкусно. Потому что здоровая еда, она должна быть вкусной, так и должно быть. Смотрите, гречка варится 5 минут. Почему 5 минут? Потому что за 5 минут вы убьёте, там, любые, которые были на ней, там, грибки какие-то, плесень, там, бактерии. Гречка, она могла быть просто лежать где-то на производстве, там, цехах, она не всегда в стерильных условиях всё происходит. Вам гречку не дают чистую стерильную. Вам нужно просто убить вот это всё. 5 минут в кипятке хватает, чтобы убить почти всё, что там не нужно, что там не должно находиться. Поэтому, друзья, это проверено уже годами, я годами так питаюсь. Никогда никаких проблем не было у меня после круп. Теперь смотрите, по поводу овсянки, хлопья, да, и гречаные хлопья. Просто завариваю кипятком, утром залил кипятком и всё, больше ничего не делаю, не варю вообще. Даже не накрываю крышкой. Оно у меня стоит, так просто минут 20 стоит, оно готово. Больше ничего я с этим не делаю. Максимум пользы мы сохраняем с каждой еды. Белый рис, здесь вот белый рис, да, я тоже ем белый рис, это простые углеводы. Белый рис я ем после, в основном после тренировки. И, ребята, о ужас, я ем обычную мивину. Я ем, не знаю, у вас во всех странах продаётся мивина. Это обычный вермишель, который вот компания Nestlé делает. Ребята, это хороший, качественный продукт. Не ешьте так часто такое, не надо постоянно такое есть. Я тренируюсь 2 раза в неделю, я после тренировки ем обычную мивину. Или мивину, если у меня там нет времени, после тренировки. Или вот белый рис. Я ем простые углеводы после тренировки, чтобы дать организму возможность как можно быстрее восполнить запасы гликогена, который он истощает на тренировке. То есть 2 тренировки в неделю я истощаю свой запасы гликогена почти до максимума. И в мышцах, и в печени. Когда ты приходишь в тренировки, вам нужно как можно быстрее это всё восполнить. И сложным углеводом иногда это сложно сделать. Организму нужно напрягаться, чтобы усвоить ваши сложные углеводы и заполнить депо своих гликогенов. Ему проще сделать, если вы съедите простой углевод. Это могут быть даже макароны простые. Это могут быть белый рис. Это может быть вот такая просто обычная вермишель. С вами ничего не случится, если в 2 раза в неделю вы такой поедите. Но я это просто люблю. Для меня это как, не знаю, там, называйте как хотите. Junk food это или что-то такое. Я не считаю, что в 2 раза в неделю будет какой-то вред от этого сумасшедший. Давайте вернёмся к готовке моих круп. Рис варится 5 минут. Любая крупа варится 5 минут. Кроме нешлифованного риса. Смотрите, нешлифованный рис и перловка, она может вариться минут 10-15 в кипятке. То есть вы в среднем где-то 15 минут в кипятке вы варите, дальше вы укутываете, и дальше тот же процесс. 2-3 часа, но стоит у вас полотенце, укутанная сковородка, и всё это доготавливается. Здесь ещё нету ячневой крупы. Я очень люблю ячневую крупу. Ячневая крупа это перловка, которая перемолота. Из неё получается ячневая крупа, если вы никогда не задумывались. То есть это та же перловка. Смотрите, в самой перловке я... Я не покупаю перловку в том виде, как обычно перловка, да? Потому что мне сложно её усваивать, и сколько я пробовал приучиться в организм, очень сложно. Но ячневая крупа, она более измельчённая. И организм её лучше принимает. И мне действительно... Я чувствую, насколько она насыщает мой организм. Это просто каша-монстр. Ребята, на перловке очень много поколений мужиков выросло, качаясь там в армии, когда кормили перловкой. Это каша работающая, ребята. Это просто бомбовская каша. Ячневая крупа, к сожалению, здесь я вам не поставил. Это тоже должна быть основа вашего рациона. И очень важно её тоже варить правильно, как я вам сказал. Ячневую крупу, возможно, придётся поварить тоже минут 10 вам. Но не 15 минут. Минут 10 поварили, и так же самое укутали. И ещё есть такое мнение, в одном источниках я нашёл, что перловая и ячневая крупа, она вызывает у вас щелочную реакцию в организме, когда вы её съедаете. То есть, попадая в организм, она защелачивает ваш организм, делает вас здоровее. Так же самое, как действуют, например, овощи. По поводу макарон. Это обычная паста, мы покупаем. Макароны у меня из высшей муки, у меня макарон не бывает дома вообще. То есть, вот такая только вермишель, как вам показал, но макароны мы такие не покупаем вообще. Да, мы покупаем, они, может быть, подороже будут, но мы покупаем из твёрдых сортов шиницы. Из муки дурум, ещё её называют. Покупаем вот такую пасту, сразу же, не знаю, 5-6 штук купили, и она лежит, всегда удобно достать её и поесть. Друзья, если вы будете питаться такими макаронами, и с вами ничего не случится, это полезная, хорошая, нормальная еда. По поводу круп, друзья, я родился в Бердянске, это один из самых бедных городов в нашей стране вообще. И было время, когда моя семья, там много денег не было. И, честно говоря, бывало, то есть, допустим, мы ели кашу, и у нас не было даже денег, чтобы купить масло, положить туда масло или какое-то мясо. То есть, бывало, ели вообще одни каши. И вы знаете, я где-то с 10 лет, наверное, питаюсь, в основном мой рацион состоит из круп. И я думаю, что это и есть основа вообще здоровья, которое мне простётся с самого детства. Я просто полюбил это, я полюбил эти крупы, и я люблю их. У меня нет такого, что заставляю себя, запихаю себе эту кашу, допустим, я действительно люблю её. Я просто другой едой не наедаюсь. Я чувствую, что я съел тарелку такой еды, и я готов, во мне куча энергии, и я готов, не знаю, идти тренироваться, делать всё, что угодно. Такое питание позволяет мне избавиться полностью от спортивного питания, я вообще его не использую. И нахожусь в нормальной форме, там, на 85-86 килограмм, легко поддерживаю при росте в 185, да. То есть, я не сильно большой, не сильно маленький, нормальный, мне удобно, мне комфортно живётся. И не нужно покупать даже никакого спортивного питания, друзья. Просто наладьте свой рацион. С 10 лет я ем, и хотя вот тут были довольно сложные были времена, но тем не менее, я не перестал любить крупы. Наоборот, я их люблю. Это как часть меня. Я, честно говоря, вообще не помню, чтобы я по-другому питался, да. Здесь ещё нет картофеля. Ещё довольно часто у нас картофель есть, да. Мы очень любим картошку. Картошка – это в основном или запечённая, или сваренная картофель, или там, в виде пюрешки, да, допустим, толчонки, как у вас, может, называют. То есть картофель у нас тоже довольно часто бывает. Теперь, друзья, сахар и соль. Сахар и соль. Смотрите, соль мы покупаем всегда только морскую. Не покупайте обычную дешёвую поваренную соль, которую вы видите, вот эти королы стоят ящиками. Берите морскую, берите измельчённую, берите с йодом, чтобы в ней был йод. По тем же причинам, что я рассказывал вам вам про морскую капусту, да. Йод помогает вашей щитовидке быть здоровой. Это очень важно, это основа вашего здоровья. Сахар, обычный белый сахар, не выдумайте никакие сахарозаменители, пожалуйста, не покупайте этого. Подсластители, это всё гораздо хуже и вреднее, чем вы можете себе представить. Обычный торстниковый сахар – самый лучший вариант для вас. Только просто у меня норма сахара в день 5 чайных ложек, я больше никогда не использую, и мне хватает. Ну, 6 бывает ложек, то есть там, ну, плюс-минус, это ни на что не влияет на самом деле. Просто, если у вас в целом, вы мало едите сладкого, то 5 ложек сахара в день вас не сделают каким-то больным человеком. Ребята, поверьте, сахар нужно добавлять иногда в еду, потому что ваш мозг хочет получать этот сахар. Просто в норме должно быть, и всё. Теперь, друзья, масло. Это оливковое масло, и мы покупаем сразу же где-то по 5 литров. Мы берём большую такую канистру. Оливковое масло, мы на нём делаем всё. У нас нет в доме подсолнечного масла. Смотрите. И готовьте всю еду тоже на оливковом масле. Причина первая. Потому что это масло практически не горит. Когда вы на нём готовите, вы сохраняете, вы не запускаете в еду канцерогены, которые выделяются при жарке масла, например, подсолнечного. Масло подсолнечного очень быстро горит на сковородке. А такое оливковое масло, оно не горит. Оно там до 200 градусов, оно не начинает гореть. И поэтому готовьте на нём всю еду свою на оливковом масле. Это очень полезно. Где-то 2 чайные ложки, 2 столовые ложки в день я регулярно ем просто в сыром виде. Налил себе 2 чайные, 2 столовые ложки такого масла в конце еды, допустим. Если я пью витамины, выпил витамины и пошёл там заниматься своими делами. Потому что вы можете подумать, что это там омега-3, омега-6. Нет, там практически вообще этого всего нет. Там есть алииновая кислота. И она, по мнению учёных, она делает здоровое в наше сердце и сосуды. Ну, по крайней мере, я в это верю. Смотрите, вместе с одного оливкового масла в рационе вам будет мало. Вы можете покупать иногда, я так делаю, покупать льняное масло. Вот льняное масло – это действительно очень хороший источник омега-3. Так же самое, как и рыба. То есть в вашем рационе должно быть нормальной жирной рыбы. Где-то 3 раза в неделю вы должны есть рыбу. Это минимум просто. Причём желательно жирной рыбы, в которой есть омега-3. Омега-3 снижает количество воспаления в вашем организме. Омега-6 увеличивает количество воспаления в вашем организме. Поэтому у вас не должно быть много омега-6, много омега-9. Старайтесь получать много омега-3. Оливковое масло – не источник омега-3. Покупайте ещё льняное масло и рыбу. Теперь смотрите. Хлеб. Хлеб я использую вот такой. Ну, написано о нём бездрожжевой, да? Смотрите, бездрожжевого хлеба не существует. Хлеб всегда с дрожжами. В муке уже есть дрожжи. В любой муке есть дрожжи. Однажды я просто, я довольно сильно любил сделать сам хлеб. Сейчас просто времени не хватает. Вообще я люблю готовить. И я сам делал хлеб. Так вот, раз я сделал эксперимент, я вырастил. Из обычной муки я вырастил дрожжи. Это называется закваска. Если вы не знаете, раньше, там, лет сто назад все так делали хлеб, когда они покупались эти дрожжи. Просто делали закваску. Так вот, в каждой муке есть уже дрожжи. Если вы их будете выращивать, в течение, допустим, я не помню, по-моему, три недели я где-то заморачивался и вырастил эти дрожжи у себя дома. И из них потом я уже делал хлеб, и он отлично сходил, друзья. В любой муке уже есть дрожжи. Не ведитесь на эту надпись. Но, почему я все-таки покупаю такой хлеб? Потому что он очень часто делается именно на закваске, а не на дрожжах. И такой хлеб может быть реально полезным. Там еще есть, допустим, семена какие-то могут быть, там, семечки внутри. То есть, вот такой вот хлеб, это может быть из ржаной муки или из муки каких-то темных сортов. Первый сорт, второй сорт. Или же овсяная мука, там, что-то такое. Никакого высшего сорта муки не надо, чтобы вообще этого не было в вашем рационе. Так же самое, очень классным вариантом будут покупать вот такие вот сухари, я не знаю, как это, хлебцы так называемые. Они тоже делаются из сложных углеводов с клетчаткой, и их очень вкусно есть. Берете, просто живете, как вот. Можете этим полностью даже заменить свой хлеб вообще, и вам не нужен будет просто хлеб. Просто покупайте вот такие хлебцы. Они бывают еще с пророченных зерен, и это тоже очень будет полезно. Друзья, по поводу воды. Я записывал видео про щелочь, и посмотрите, постоянно, вот, например, такая поляна квасова, да, или боржомия. У нас всегда есть такая водичка, которую мы покупаем, это гидрокарбонатная натриевая вода. Два-три раза в неделю мы постоянно пьем такую воду. Посмотрите мое видео предыдущее про кислотно-щелочной баланс, поймете, как лучше это делать, какое время суток это делать. То есть вот, реально, эта вода у нас практически всегда есть. Из воды у нас еще мы покупаем отдельно воду, это юдированная вода, это фторированная вода, или обычная простая вода, которая очищенная, которая хорошая фирма. Мы уверены в них, что у них там свои скважины, и мы покупаем вот такую воду, пьем. Теперь, друзья, друзья, по поводу кофе-чая, да, чай, я не покупаю никогда пакетированный, я покупаю чай всегда в рассыпчатом виде, и завариваю вот с помощью, да, вот таких вот просто заварничков беру и всегда завариваю этот чай. Так же самое мы очень любим кофе, да, варим кофе дома или там каким угодно образом. Я люблю смесь кофе, я люблю робуста и арабика, это 70% арабики, 30% робусты. Где-то два раза в день я пью кофе регулярно, и очень рекомендую, считаю, что это очень, во-первых, вкусно и очень полезно. По поводу спиртного, да, вы можете подумать, что там помешано на здоровом уровне жизни. Нет, друзья, я не такой, я нормальный человек, и все должно быть, здоровое отношение к этому всему. Я не совсем понимаю людей, которые сейчас вот слишком модно стало, да, здоровое питание и так далее, и люди себя переламывают, они постоянно едят то, что им не хочется. Друзья, можно найти здоровые продукты, которые вам будут нравиться, полезные, которые вам будут хотеться есть. Не заставляйте, не мучайте себя, находите просто те продукты из огромного перечня, которые сейчас существуют, чтобы выберете что-то для себя вкусное, чтобы это все было вкусно. Не превращайте это в какую-то паранойю, когда вы ходите постоянно и думаете о том, что как я съел что-то лишнее, как так, что теперь у меня проблемы со здоровьем будут. Друзья, все хорошо в меру, если вы умеете контролировать, да, потребление этих веществ, допустим, плохой какой-то пищи, просто употребляйте этого немного. Вот, допустим, вино, да, я рекомендую красное сухое вино, это может быть полусладкое вино. У меня вот эта бутылка стоит уже месяц, вот это вино, вот так мы сильно пьем вино с женой. Ну, иногда я могу налить себе, там, не знаю, 150 грамм, 200 грамм вина и выпить его, там, перед едой, да, но это, ну, реально, очень-очень редко бывает такое, потому что просто я не сильно любитель, на самом деле, этого. Когда я был студентом, да, я, как все, любил попить пивка, там, это, это вообще, через это проходит, наверное, любой. Сейчас мне это не совсем интересно, но в то же время я люблю с друзьями, там, с работой, мы, там, раз в две недели собираемся в пабе и мы пьем пиво. Только мы берем качественное пиво, мы берем разливное хорошее крафтовое пиво какое-нибудь, это не бутылочное какое-то дешевое пиво. Пожалуйста, если вы уже пьете, покупайте нормальные продукты, покупайте хорошее вино, не покупайте дешевое вино. Берите вино, которое стоит нормальных денег, чтобы в нем было действительно вино, а не какой-то порошок. Если это пиво, то это, опять же, пиво, это практически всегда порошки, там, его никто не варит. Сейчас такие технологии, что у меня просто работают знакомые в этой индустрии, я знаю хорошо, о чем говорю. Это просто порошок, который практически с кипятком смешивается, и это не пиво, друзья. Пиво должно вариться. Найдите крафтовую первоварню, найдите друзей, которые владеют этим пабом, например, и чтобы вы знали, что вы пьете. И такое пиво, допустим, я с друзьями пиваю обычно пол-литра или максимум литр пива за две недели. Иногда бывает, я раз пиво в месяц пью, иногда бывает, я два месяца вообще никакого алкоголя не использую. То есть это, я считаю, здоровое отношение вообще к алкоголю и к еде. Иногда все нужно использовать, не нужно ограничивать. Если вы вообще не хотите, ну просто не надо пить тогда спиртное, но если вас немного тянет, это нормально. Просто иногда выпить это пиво, выпить это вино, да. Ну, допустим, я, конечно, не пью водку, даже виски, это очень какая-то большая редкость, чтобы я выпил виски где-то. Ну, водки вообще, такого я вообще не использую. То есть, друзья, этого вообще в рационе не должно быть. Если уже такой крепкий алкоголь вы пьете, то это виски, это не водка, точно. Друзья, на этом все, потому что вы видите, очень много хотелось вам рассказать. И даже по пару слов, по каждому заняло довольно все-таки много времени. Но я надеюсь, это видео все-таки вам было полезным. И меня просили записать это видео. Я дал очень много разной информации в этом видосике. Я показал, что питаться, здоровое питание, оно может быть вкусным, оно может быть полезным. И одновременно вы можете из этого готовить все, что угодно. Смотрите. И постарайтесь всегда это все не есть одно и то же. Если это, допустим, крупы, то вы меняйте их. То одна крупа, то вторая крупа, то третья крупа. Постоянно меняйте. Потому что крупы, они не полноценны по составу, например, аминокислотному. Чтобы получать полноценно все, нужно постоянно все менять. И тогда вы будете получать здоровое, полноценное питание, которое будет делать вас здоровее, здоровее, здоровее. Друзья, если вы наладите свое питание, процессы питания, то, во-первых, вы действительно будете реже болеть, и вы будете здоровее. Будет больше энергии жизненной. Вы будете стараться, вам будет хотеться жить. это поменяет ваш организм очень сильно друзья просто приучите свой организм постепенно к этому переходите на это питание и вы почувствуете насколько много вы получаете просто заряд бодрости какой-то я не знаю это действительно жизненная энергия очень многие болезни просто можно убрать с помощью такого питания просто наладить и использовать эти продукты своем рационе да я конечно я должен рассказать вам о тех днях когда я ем что попало вот реально что попало это может быть например там раз в неделю до такой так называемый чит мил их сейчас называют когда я ем любую там джанк-фуд да какой джанк-фуд у меня раз в неделю я допустим использую я люблю бургеры я покупаю хорошие бургеры в проверенном месте и это бургеры действительно с говядиной это хороший бургер которые ем как минимум раз в неделю иногда иногда даже два раза в неделю до но когда я знаю что я заработал этот бургер что я поработал в зале так же самое я люблю с пиццу с женой поесть да то есть не знаю там суши пойти поесть в ресторане то есть обычную пищу но просто когда ты понимаешь где хорошая пища где не очень хорошей пищи ты уже можешь варьировать и почти всегда можно выбрать в ресторане где-то там допустим нормальную еду но если раз в неделю вы съедаете бургеры или пиццу друзья с вами ничего не случится не испортится ваша фигура вы не заболеете какие-то болезни себе если вам хочется съешьте это потому что очень важно ваша здоровая ментальность ваше здоровое сознание ваша голова судьба здорово да не нормально постоянно думать о том что вы съели что-то не то что-то запретное сделайте это частью себя вот такое питание это должно быть частью вашего образа жизни частью вас тогда это будет легко вы не будете что вы себя запрещаете чем-то что вы отказываете в каком-то продукте питания и тогда вы понимаете что вот это для многих вот это может быть диета какая-то которую там не знаю там ну я не знаю где-то в санатории так питаются вообще там да то есть чтобы они были здоровы для многих это как это какое-то ограничение которое они должны перетерпеть чтобы там сбросить вес и так далее друзья я так питаюсь 10 лет наверное уже это просто постоянный мой рацион я думаю что сколько бы я не зарабатывал бы я примерно буду питаться также это очень простая еда очень базовая такая еда в ней нет ничего чего-то невероятного но такая базовая еда максимально простая и будет делать вас здоровым делать вас здоровее каждый день друзья все на этом все увидимся в новом видео